Мир вам уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале психофарм. Трой, который всегда на вашей стороне. Ну и благодаря эмблеме нашему девизу «За брюху, плаку и мёртву, разбиваю молнию». Мы, конечно, гуру, учителю психофарм, анализируем очень важную тему. Почему психиатр назначает сразу много препаратов? Мы хотим, чтобы это было вам абсолютно понятно, чтобы вы знали, почему это происходит, как зарождается это явление и как вы этому можете противостоять, что вы можете этому противопоставить сами. Ну, в общем, вы будете знать полностью, вы залезете в голову самого психиатра. И я думаю, что это будет очень и очень хорошо. Да и психиатрам это будет хорошо, потому что они поймут, посмотрят на себя, во всяком случае, со стороны. Итак, мы уже много раз цитировали это потрясающее выступление профессора Иванова, который теперь действительно мы говорили о том, что он является преемником Академии Космолевича, стал таки преемником Академии Космолевича, возглавил отдел. Благодаря ему мы очень много знаем о том, как психиатры назначают препараты. Давайте послушаем. Монотерапии там не работает ни один класс препаратов, и тем более ни один какой-то препарат у таких больных. Полифармакотерапия в полном смысле слова 3, 4, даже 5 больше препаратов. То есть назначается много препаратов, то есть на самом деле никакой тайны нет. И я думаю, что для вас, наши зрители, тоже никакой тайны нет. Назначается сразу много препаратов. Антипсихотики, антидепрессанты, нормативы, чего только не назначается. Мы решили этот вопрос исследовать вместе с вами на нашей вкладке «Сообщество». Есть отзовик, это независимо, единственный независимый отзовик, который есть в нашей стране, потому что мы его не редактируем, мы задаем вопросы достаточно корректно. Более того, хотите задавать вопросы, предлагайте нам вопросы, предлагайте нам голосование. Мы будем организовывать такое голосование по вашей просьбе. Итак, задавался простой вопрос. Я лечусь у психиатра и принимаю по его указанию столько-то препаратов. Один препарат 28, два препарата 37, три препарата 20%, 6% 4 препарата и 9%, обратите внимание, 5 и более препаратов. Это на самом деле очень и очень много. То есть 35% 3 или более препаратов. Это треть от пациентов. Теперь давайте посмотрим. Психиатры отлично понимают, а зачем они назначают несколько препаратов. И сейчас я вам попытаюсь это растолковать. Но давайте на всякий случай послушаем профессора Иванова, чтобы вы поняли, что я ничего не передёргиваю, я вас нисколько не обманываю, я полностью иду по пути размышлений психиатров, которые назначают вам препараты. Давайте ещё раз, профессор Иванов, послушаем. Сам диагноз и вообще, что это шизофрения, шизофренический спектр, это антипсихотик. Абсессивно-компульсивное расстройство – это как минимум серотонинергический антидепрессант. Невозможность серотонинергического антидепрессанта сразу купировать эту симптоматику – это автоматом траквилизатор, который должен снимать и напряжение, связанное с абсессиями и вообще общий уровень тревоги. Плюс, как правило, это тяжёлые нарушения сна, которые дополнительно требуют гипнотиков и так далее. Вот, вы поняли. Значит, есть много-много показаний для назначения. Давайте вот мы это сейчас рассмотрим, и вы поймёте, почему так. Первое. Есть шизофрения. Шизофрения в нашей стране – это мегадиагноз. Вот я изображаю диагнозы в виде такой птицы-тройки. Вот шизофрения – 62% больных, которые наблюдаются в психонерологическом диспансере. Это основной косяк пациентов. Что назначают за шизофрению? За шизофрению, за этот диагноз, назначают, понятно, нейролептика-антипсихотик. А то не один, а то и могут и два, и три даже нейролептика-антипсихотика назначить. Значит, получаем нейролептик за диагноз шизофрения. Кто-то хочет переслушать и профессора Иванова, он об этом говорит сам. В чём здесь подвох? Подвох здесь в том, что в нашей стране есть гипердиагностика шизофрении. У нас никто не пользуется критериями шизофрении. Почему я об этом говорю? Ну, потому что, например, совсем недавно в мае этого года состоялась конференция. Я сейчас покажу её выписку. В Москве. И на этой конференции вдруг вытащили вековой давности выступление психиатра Рюмки. Это голландский психиатр, который придумал почти сто лет тому назад, он придумал так называемое чувство шизофрении, которое у него возникало при знакомстве с больными с этой патологией. Казалось бы, и более того, он придавал этому чувству шизофрении вообще большое диагностическое значение. Казалось бы, ясно, что это всё полная туфта, потому что есть чёткие совершенно критерии. Пользуйтесь этими критериями, всё будет нормально. Нет. Вот эта конференция. Вот человек, который выступал с докладом, Александра Николаевна, доктор меднаук, и она в своём докладе говорила о чувстве шизофрении не критически, а наоборот, она говорила, что это действительно, это очень и очень хорошее чувство, которое у неё там тоже возникает. То есть, представляете, если психиатры откровенно говорят, что у них есть чувство шизофрении, как они её диагностировали? Ну, а где она работает, это так называемое, я даже назвал это учреждение, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение научно-ценно-психического завода шизошенком. Ну, я думаю, вы понимаете, почему у нас, кстати, про это учреждение есть целый плейст. Пожалуйста, посмотрите его, вам будет, я думаю, полезно. Итак, за диагноз шизофрения нейролептика, то 1, 2 или 3. Был ещё упоминался один диагноз, это обсессивно-компульсивное расстройство. Да, есть такое обсессивно-компульсивное расстройство, за него тоже полагается препарат. Какой это препарат? Конечно, это селективный ингибитор обратного захвата серотонина, которым и лечат обсессивно-компульсивное расстройство во всём мире. Но почему это всё так прихотливо связывается? Во всём мире шизофрения – это одно, обсессивно-компульсивное расстройство – это другое, бывает, что и то, и другое вместе, но чаще всего это отдельно. В нашей стране это практически всегда вместе. Поэтому за один диагноз – один препарат, за другой диагноз – другой препарат. Ну, а дальше начинается уже, я бы сказал, комическое. Говорят о том, что у больного тревога. А если тревога, то, значит, надо назначать, что надо, конечно, назначать бензодиазепин, и все это знают. В чём здесь беда? Казалось бы, всё понятно. Тревога – вот вам бензодиазепин. Беда состоит в том, что тревога не является диагнозом. Лечатся в психиатрии только диагнозы. Тревога – это симптом. Симптомы не лечатся. Представляете, что бы было? Если бы мы на каждый симптом назначали бы таблетку. Дальше следующий симптом – нарушение сна. Это не диагноз бессонницы. Потому что если писать диагноз бессонницы, там определённая бессонница, определённый диагноз, который требует определённого лечения. Нет. Просто нарушение сна и тоже какой-то препарат, ну, например, какой-нибудь снотворный. То есть, человек, я имею в виду профессор Иванов, явно говорит, что он назначает препараты по диагнозам, а также назначает без всяких диагнозов, просто по симптомам. И самое главное, что, конечно же, больного надо усыпить. И это понятно почему. Представьте себе, если больные будут колобродить по отделению. Ну, врачу обычно за это не поздоровится, потому что медсёстры напишут, что больной колобродил. И, соответственно, с него потом, с этого врача, снимут стружку, для того, чтобы недостаточное количество препаратов назначил ему на ночь. Итак, давайте мы подведём итоги. Что же значит, если кто не понял, что же происходит? Происходит следующее. За очень частый фейковый диагноз назначают нейролептики 1, 2, 3. За другой диагноз, который обычно противоречит первому, но в нашей голове он часто совмещается, ну, например, абсциссивно-компульсивное расстройство, другой препарат. Ну, а дальше идёт просто уже какой-то немыслимый набор препаратов от какого-либо симптома. Там симптом один, вот вам один препарат, симптом другой, вот другой препарат. Всё это напоминает действия скорой помощи. Вот когда у них от одного что-то одно, от другого что-то другое, что это такое? Это так называемый фельдшеризм. Потому что только фельдшер, он лечит симптомы. Фельдшер не может поставить очень часто диагноз, у него просто нет для этого образования, поэтому фельдшер лечит симптомы. От одного симптома назначает один препарат, от другого другой. Вот они источники так называемой полипрагмазии, когда назначают сразу много препаратов. Помните, да? Треть пациентов сталкивается с полипрагмазией. И вы теперь поняли, почему это всё происходит. Это всё происходит из-за того, что препараты назначаются и по диагнозам, и по фельдшерски, из-за фельдшеризма назначаются по отдельным симптомам. Более того, я вам скажу, это очень важно вам знать, что если препараты назначены по симптомам, то врач вам может и не сказать диагноз. А ведь в психиатрии должны лечиться диагнозы. Поэтому будьте любезны, вот после этой лекции, ну, хотя бы подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, комменты напишите, потому что это очень важно, чтобы эти знания распространять. Вот вы хотите знать, почему много препаратов вам назначены? Вот почему. Надо избавляться от фельдшеризма. Лечатся диагнозы, не лечатся симптомы. Это очень важно знать. А то у нас часто очень пишут, вот мне при тревоге назначили то-то и то-то. Резонно пишешь, но тревога это не диагноз, начинаются обиды. Мне этот диагноз сказали. Добивайтесь, пожалуйста, настоящего нормального диагноза. Тогда разговор пойдет, потому что у нас, например, есть специальная для вас опция. Экспресс-экспертиза вашего диагноза и лечения. Но это если вам поставлен настоящий диагноз из международной классификации болезни 10-го переслота. Мы можем сказать, вот ваш диагноз, он соответствует этому, международной классификации не соответствует. Лечение, которое назначено, соответствует диагнозу или не соответствует диагнозу. До новых встреч.